друзья здорово всем время уже почти 5 вечера был сегодня в городе закупил необходимые материалы то что я вчера говорил это зачистные круги краску клейку эту бумажную ленту и в общем то уже снял колесо это перед правая сторона и буду начинать так сказать доделывать оставшуюся работу лежит уже колесо сейчас будем вымывать дальше пошлите посмотрим снял короче вот это колесико так давайте включим свет посмотрим как вообще здесь обстоят дела колодки значит вот в таком состоянии то есть колодки отличная диска тормозного сейчас конечно что не циркулем замеряем но видно что у него еще порядочная толщина еще походят а теперь теперь поболтал стойку стабилизатора вроде ничего пыльнички все целые но и там посвятил по двигателям вроде нигде не плывет рулевая тяга пыльник целый наконечник тоже целый шаровая смотрю крепится здесь на болтах они так как во втором сценике запрессовывалась пружина вот с такой меткой бело-синяя вроде как все на месте вроде все цело вот это фигня было интересно это просто отлитая типа на подрамнике хрень такая не знаю вообще для чего он так то состояние кузова вроде ничего и рычаги посмотрел что более такие сильные соленблоки чем во втором сценике и рычаги уже сделано так что их можно без вопросов открутить не приспуская передний подрамник то есть уже такие новшества так здесь по подкрылкам смотрел клипсы все на месте так смотрите докупил значит купила такой клейкой это как оконная или дверная лента колесо снимал уже руки по умазал это мы с вами проклеим задний стоп-сигнал на крышке багажника докупил в общем-то такой ленты которые клеил докупил кругов 320 как показала практика не сама нормально зачищает и докупил такой краски по поводу краски начали писать что нихрена но ходить не будет друзья честно сказать не знаю покатаемся посмотрим но я так думаю что года на два хватит а а там уже будем будем качать смотреть заодно вот и посмотрите насколько этой краски хватит но и волбересе держатель для телефона забрал он повесил потому что тот который держатель на лобовое стекло ну правда телефон очень нагреться на лобовом его я буду только использовали для того чтобы с вами общаться то есть записывать какое-то видео а я купил еще очиститель дроссельная заслонка очиститель карбуратора будем клапан игрер снимать и чистить народ вот она настоящая мозгаебство если честно сказать вот именно обклеить это пипец блин меня уже что-то на третьем диске немного и подбешивает так друзья слышите там отец и зачищает или диск тормозной или суппорт не знаю в общем то два раза уже закрасил диск в общем то литые диски красим вот таким вот хромом помады germany хотя говорят что нихрена держаться не будет суппорта и тормозные диски красим вот такой краской а эмаль для дисков не вернее тормозные диски вот такой краской а суппорта и скобы она красная красим вот такой эмаль для суппортов вот она высоко температурная где-то тут написано на термостойкость до 120 градусов ну есть еще вот такая краска то на что снежная королева но есть еще для дисков точно такой баллон так что вот такие дела друзья продолжаем наши покрасочные работы остался у нас только суппорт скобы уже покрасили дизель тормозной тоже зачистили покрасили и в общем то какую такую интересную фишку обнаружил сняли тормозной диск и отец решила ступицу зачистить и а карточка лежала в машине просто подожди часа ну и получается что не мог понять почему включается зажигание а он зачищал ступицу крутил и видно автомобиль видел что колесо ну крутанулась и включалась зажигание ну не знаю чем это связано но есть такая вот особенность пол девятого вечера диск у нас уже высох вот так это все выглядит так пошлите вам покажу тормозной диск тоже высохнет и скоба здесь суппорт тоже досыхает мы решили сегодня не собирает оставляем сцене когда завтра пускай нормально все высохнет чтобы завтра уже полностью все высохшее собрать и эта сторона будет готова и останется у нас одна эта сторона и знаете что у меня такая вот все таки мы слишком этот диск он менялся в европе по гарантии и вот это вот это типа как грязь есть здесь только одно место вот она сейчас вам покажу вот и чё-то я решил что скорее всего 8 полировочный круг и просто вот это все от полируем что есть уберут эту грязь и диск этот ну нарушать вот этот хром заводской наверно все таки не буду то есть смотрите мне отец говорит что будут отличаться это вот я думаю ничего отличаться не будет а метам хром еще клубнички успел выбрать сколько было надо на зиму собирать как все отрываем до конца скотч и прячем колесико баню друзья пошел на улице дождик он мой раритетный велосипед мои девчонки вечно смеются так чё делаем короче разобрана уже эта сторона сейчас вам свет включу в принципе здесь тоже все обсмотрел все вроде нормально все на месте видим здесь кто-то законтрогайл стоечку стабилизатор на то походу чтобы резьба легко откручивалась тоже кстати хорошая идея просмотрел все пыльники все нормально вот этот шрус менялся по записям вот он видно что заменен короче по подвеску вроде все окей тормоза колодок много колодки в круг менялись суппорт покрашен здесь поснимал с двух сторон брызговики потому что они вот здесь по натирали постирали краску все обклеил по подкрашивал краска конечно не белая такая светло-серая но она все под брызговиком спрячется чтобы просто-напросто не было открытого голого металла с этой стороны пошлите вам сейчас покажу с этой стороны диск не красил эта сторона у нас правая уже все собрано вот в таком состоянии диск там тоже брызговик снял подкрасил тут короче все собрано суппорт все-все-все брызговики висят сушатся так друзья смотрите брал полировочный круг и короче вот этот диск левый который самый новый я его отполировал но у оставались кое-какие такие места где chrome облез короче приняла решение именно зачистить и покрасить только поврежденные места потому что заводской chrome весь диск ощущать ну как-то блин ну не захотелось не посмотрим конечно будет сильно она выделяться или не будет короче сорву когда бумагу вам покажу так погодка конечно сегодня дождик нужен вся тормозная система в автомобиле обслушано все смазано суппорта скобы тормозные диски все покрашено диски литые покрашены смотрите как выглядит с этой стороны я по моему не знаю показывал раньше не показывал то еще все диски полностью покрашены краской хром говорят что хреново она будет держаться поживем увидим вот заодно и вы увидите как она будет держаться все то есть готова по левому переднему диску принял решение его не красить полностью я его отполировал и у него были кое-какие косячные места которые я зачистил и просто эти места подкрасил тоже хромом сдалека вот отходишь два метра честно сказать вообще даже не видно где как только ближе подходишь так как я красил я вижу эти места ну вот смотрите вот здесь вот видно вот здесь но как только немного отходишь все сразу нихрена не видно ну и в принципе вот такой вид на данный момент имеет автомобиль 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 реально сейчас грязный нравится мне как сзади у нее габариты светятся вот смотрите насколько он грязный и вы знаете от белый цвет мне нравится не было мне времени помыть обязательно скоро наверно завтра помою ручками чтобы керхером диски пока не трогать и завтра скорее всего будем чистить клапан егр потому что не было у меня пока времени до него добраться на все про все ушло четыре дня можно было конечно это все сделать быстрее но так как я в отпуске я никуда не спешу все давал нормальным всему усохнуть краска на тормозных суппортах и скобах термостойкая на тормозных дисках обычная посмотрим как она тоже будет держаться но это краска хром который вам показывал все друзья на этом все первый этап который я хотел сделать данным автомобилем в принципе завершён а дальше будем идти по порядку сразу клапан егр а потом еще кое-что есть так сказать мы слишком так что все всем спасибо большое за посмотрим всем все самого наилучшего удачи и до скорых встреч всем пока и друзья какой вообще можно подвести итог работа это конечно кропотливая тяжелая нафиг сгоревшая спина куча убитого времени но при этом я доволен я думаю внешний вид автомобиля намного преобразился но это не может не радовать плюс полностью просмотрели промазали всю тормозную систему был конечно один косяк который мы сейчас вам покажу который мы не устранили потому что вот на задних суппортах было поломано две вот такие вот пружины как но которая колодки держатся поставили обратно так как там поломаны там не было вот этой вот прижимной пластины с одной стороны и на второй пластине тоже там с одной стороны заказал значит эти прижимные пластинки вот они номерок по френкиту 9408 они кстати сценик от грандсценик отличается ну будет время так сказать полезем и поменяем все суббота вечер едем домой и отдыхаем завтра клапан игр я думаю это по быстренькому мы все это сделаем все погнали